Благослови вас Бог! Шалом, возлюбленные! Я продолжаю серию молитвы, которые касаются Бога. Сегодня мы будем говорить о молитвенной жизни Ильи и Соломона. Не пропустите эту важную программу. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. Благослови вас Бог! Шалом, возлюбленные! Меня зовут Равин Шнайдер, и я рад приветствовать вас на программе «Узнавая еврейского Иисуса». Я с особым вдохновением проповедую серию под названием «Молитвы», которые касаются Бога. Это пятая программа этой серии. В прошлой программе мы рассматривали молитву Моисея в 33 главе книги «Исход», когда он попросил Господа «Покажи мне славу Твою». После того, как Моисей произнес эту молитву, Бог велел ему взобраться выше на гору и спрятаться в ущелье скалы и там воззвать к имени Его. Мы читаем, что Моисей именно так и сделал. Он зашел в ущелье скалы и воззвал к имени Бога Яхве. И когда он воззвал к имени Господа, Библия говорит, что сошла слава Божия. И Бог открыл свое имя Моисею. Он сказал ему «Я Бог Яхве». Он наполнил его откровением о том, какой Бог, что он полон милости и любви. Бог буквально наполнил Моисея пониманием его характера и его славы. Он говорит Моисею «Ты не можешь увидеть мое лицо и остаться в живых». «Но спрячься в ущелье скалы и воззови к имени Моему. Я явлюсь тебе и провозглашу тебе имя Мое». Именно это и произошло. Дело в том, что ущелье скалы — это тени Иисуса. В Иисусе мы — в ущелье скалы. И точно так же, как Моисей воззывал к Богу из ущелья скалы, чтобы Бог показал ему славу свою, мы сегодня можем взывать к Богу Отцу, чтобы Он открыл нам свою славу через Иисуса. И Он введет нас в более глубокое и более полное переживание и познание того, какой наш Бог. И мы переживаем славу Божию в своей жизни. Мы знаем, что в этой жизни мы видим через тусклое стекло гадательно. «Не слышало того уха и не видел того глаз, что приготовил Бог любящим Его». Но Бог все больше открывает нам свою полноту. Я уверяю вас, не нужно ждать момента, когда вы умрете и попадете на небеса, чтобы переживать славу Божию. Да, мы переживем Его славу в полноте, только увидев Его лицом к лицу. Павел говорит, что жизнь на земле — это нечто иное. Он говорит, «Для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение». Когда мы покинем свое тело и направимся в место, которое Библия называет «раем», конечно, когда мы покинем свои тела, мы переживем Его славу так, как никогда не переживали на этой земле. Однако я не хочу преуменьшать того факта, что пока мы воплоти на этой земле, мы тоже можем, как и Моисей, видеть славу Божию в ущелье скалы. Бог будет все больше и больше нам открываться на этой земле. Иисус сказал, что мы имеем жизнь вечную. Жизнь вечная — это не только то, что измеряется временем, что мы будем жить вечно. Вечная жизнь — это несотворенная жизнь. Она существует вовеки. Разумеется, что когда мы имеем вечную жизнь, мы будем жить вовеки. Но Иисус определил вечную жизнь как отношение. Иисус сказал, что вечная жизнь означает познание Бога, познание Его, Христа. Иисус даровал нам вечную жизнь. Вечная жизнь обладает такими качествами, как отношения и переживания. Поэтому я так горячо люблю Иисуса. Я переживаю Его здесь и сейчас. Переживаю ли я Его так сильно, как хотелось бы? Нет. Я жажду большего и стремлюсь пережить Его еще больше. Иисус сказал «блаженно алчащие и жаждущие правды». Но в то же время я не хочу преуменьшать значение того, что Иисус желает сделать еще более реальным для меня и для тех, кто жаждет познать Его. Поэтому они так сильно ревнуют по Иисусу. Они уже пережили Его. Иисус ознаменовал их жизнь тем, что каким-то образом они смогли пережить Божие Слово, Его Любовь. Я хочу молиться о вас прямо сейчас. Я прошу вас протянуть сейчас свои руки к экрану. Верьте, что Он с вами. Пусть это будет вашей точкой соприкосновения с вашим Господом. «Отец Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты живой. Я благодарю Тебя, Царь наш Иисус, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же». Иисус сказал нам в Евангелии от Иоанна 13 главе, что если мы будем веровать, то увидим славу Божию. «И прямо сейчас, Иисус, я заявляю и провозглашаю над Твоей невестой, над Твоей церковью и над Твоими сыновьями и дочерями, в то время, как они в любви протягивают к Тебе руки, что Ты простираешь свои руки к ним, и Ты становишься реальным для них. Ты передаешь им Дух Святой, укрепляешь их, и они все глубже, на новом уровне познают Тебя. Они ходят в Духе с Тобой и переживают Твою сверхъестественную славную реальность в своей жизни». Возлюбленные, мы говорим о молитвах, которые находят отклик в сердце Бога. Я хочу вдохновить вас продолжать простираться к Богу. Продолжайте просить, искать и стучать. Продолжайте делать то, что делал Моисей и молиться так, как молился Моисей, когда он сказал, «Отец, Господь мой, покажи мне славу Твою, возлюбленные. Просите Иисуса явить вам Его славу». Это одна из величайших молитв, которыми вы можете молиться на земле. Продолжайте просить Иисуса показать вам Отца, открыться вам. Павел пишет в послании к Ефесиным, «Додаст вам Бог Духа премудрости и разумения в познании Его». Всякий раз, когда вы имеете откровение о познании Бога, вы сможете пережить и славу Божию. Я хочу, чтобы вы знали, что следовать за Иисусом увлекательно. Не соглашайтесь на меньшее. Продолжайте стучать. Говорите, «Отец Бог, сделай для меня то, что Ты сделал для Моисея. Покажи мне славу Твою. Откройся мне. Сделайся реальным для меня. Дай мне увидеть Тебя в моей жизни. Дай мне почувствовать, как Твой Дух Святой ведет меня. Спасибо, Иисус, что Ты все больше делаешься реальным для меня, в то время как я продолжаю искать Тебя в моей жизни. Отец, мы просим Тебя об этом во имя Иисуса и ради славы Твоей. Аминь. Об этом мы говорили на прошлой неделе. Сейчас я немного дополнил к нашему изучению молитвы Моисея в 33 главе книги «Исход». А сегодня мы продвинемся дальше в истории и рассмотрим с вами молитву Соломона в 3 книге царств. Мы рассматриваем молитвы святых Божиих в еврейской Библии. Позже мы рассмотрим и Новый Завет. Молитвы, которые, как мы видим, нашли отклик в сердце Бога. Мы тоже можем молиться такими молитвами. Если мы будем молиться в простоте, с верой и от чистого сердца, Бог ответит нам точно так же, как Он отвечал героям Библии. Молитвы героев еврейской Библии имеют применение не только в первоначальном, историческом контексте, но Павел пишет Коринфянам, что все это написано для нас, достигших конца века. Я хочу вдохновить вас, возлюбленные, что все то, что Бог сделал для патриархов, Он сделает и для вас, и Он сделает это для меня. Я вам гарантирую это авторитетом Слова Божьего, если вы будете молиться с верой и от чистого сердца. Равин Кёрт Шнайдер — это служитель Евангелия и пророк Божий. Он трудится для Бога и оказывает огромное влияние, где бы он ни был. Он благословил Африку и всех тех людей, которые получили свободу от оков сатаны. Я еще никогда не видел такой большой Крусейд в Ромбо. Равин Кёрт, учит о настоящей жизни с Богом, не могу передать, насколько я Ему благодарен. Это очень особенные отношения от Бога. И они будут продолжаться, потому что мы планируем приглашать Его к нам снова и снова. Мы очень рады, что Он приехал к нам однажды и ждем Его снова. Надеюсь, теперь вы знаете, как я достигаю этот мир. Но без вашей помощи это невозможно. В Библии сказано, благословены ноги проповедующих мир и благую весть. Но как они могут это делать, если не будут посланы? Я приглашаю вас стать моим партнером и выслать финансы на достижение новых душ для Господа. Заранее благодарю вас. Пусть Бог обильно благословит вас. Шалом, возлюбленные. Вернемся к нашей программе. Давайте откроем третью книгу царств, третью главу, шестого по тринадцатый стих. Я буду пропускать некоторые стихи, так как это длинный отрывок, и начнем мы с третьей главы. «И сказал Соломон, «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил перед тобою в истине и правде и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я, отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа, и раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог, за то, что ты просил этого. И не просил себе долгой жизни, и не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судиться. «Вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои». Какой чудесный пример того, насколько сильно Бог ценит то, что прежде всего призывает нас искать книга притчей «Мудрость». Соломон, во-первых, просил у Бога мудрости. Интересно, многие ли из вас уделяют особое внимание книге притчи? Вы знаете, что в этой книге мудрость является прообразом Иисуса? Книга притчей повествует о личности, чье имя мудрость. Книга притчи говорит о мудрости не просто как о наборе правильных ценностей, но в этой книге мудрость — это личность. Новый Завет говорит нам о Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога. Именно об этом просил Соломон в этой молитве. Он просил о мудрости, которая и является личностью Христа. Он не искал поверхностных вещей, не просил богатства, не просил себе славы, не просил врагам смерти, несмотря на то, что все это тоже имеет место быть. Он просил того, что имеет более глубокое значение и что более важно для сердца Бога. Он просил, чтобы Бог помог ему быть хорошим правителем и правильно вести его народ. Бог сказал, «Соломон, поскольку ты просил меня о мудрости, твоя просьба настолько угодна мне, что я не только дам тебе то, о чем ты просил меня, я дарую тебе не только мудрость, я дам тебе не только сердце, чтобы разуметь и знать, как вести мой народ, как правильно управлять, но я дам тебе много всего. Я дам тебе богатство и славу, потому что твое сердце и твоя просьба угодна мне». Здесь мы видим, насколько важно просить Бога о том, что имеет для Него огромную важность. Некоторые молитвы более значимы для Отца, чем другие. Некоторые наши просьбы означают для Него больше, чем другие. У некоторых из вас есть дети или внуки. Разве вас не радует, когда они преданно просят у вас совета или помощи в чем-то, что показывает их правильные ценности? Разве не радует это вас гораздо больше, чем когда они выпрашивают у вас модную игрушку? В некоторых просьбах мы чувствуем, что наши дети разбалованы. Вот что я хочу сказать вам, мамы и папы, а также бабушки и дедушки. Глядя на ваши отношения с детьми и внуками, вы сами видите, что некоторые из их просьб означают для вас больше, чем другие. К примеру, если они просят «Папа, мама, давай проведем время вместе. Я хочу, чтобы мы сделали что-то вдвоем, только ты и я». Разве не трогает это ваше сердце гораздо больше, чем если бы они попросили купить новую видеоигру? Однажды моя дочка сказала мне, «Папа, мы всегда все делаем вместе с сестрой, а я бы хотела, чтобы мы провели время только вдвоем». Меня это очень тронуло. Я до сих пор это помню, хотя это было много лет назад. Этим я хочу сказать, что ваши молитвы могут трогать сердце Бога. То, о чем вы его просите, что вы говорите ему в молитве, определит, сколько радости приносит Богу ваше с ним общение. Мы узнаем из молитвы Соломона в Третьей Книге Царств, что нужно просить Бога о мудрости. Просить мудрости быть хорошим мужем, быть хорошей женой, быть хорошим работником, быть хорошим работодателем, быть хорошими соседями. Мы должны просить Бога, чтобы мы несли в себе мудрость и отражали его пути. Мы должны просить его даровать нам мудрость, как отражать его славу людям, находящимся в сфере нашего влияния. Просить у Бога мудрости в жизни, чтобы люди вокруг увидели в нашей жизни его славу. Мы должны просить его о мудрости, и это радует его сердце. Я хочу вдохновить вас сделать молитву Господу о мудрости частью каждого дня вашей жизни, как это делал Соломон. Вы знаете, что для того, чтобы понимать, что происходит в жизни, нужна мудрость. У некоторых людей есть мудрость понимать и различать отношения между людьми и то, чем наполнено их сердцем. Господь дал Соломону мудрое сердце, способное разуметь. Только послушайте, что Господь говорит далее в 12 стихе. «Вот я сделаю по слову твоему, дам тебе то, что ты просил у меня. Вот я даю тебе сердце, мудрое и разумное. Возлюбленные, некоторые люди живут так, что ими все пользуются». Почему? У них нет мудрого и разумного сердца. Разве вы не хотите видеть ситуацию насквозь? Разве вы не хотите видеть людей насквозь? Разве вы не хотели бы за манерами увидеть суть? Хотели бы вы иметь мудрость в том, как планировать будущее, мудрость в том, как принять правильные решения, касающиеся вашей семьи, работы и всех ваших отношений? Бог желает, чтобы вы просили его мудрости на эти решения. Если вы будете настойчиво искать мудрости, просить о ней и не переставать стучать, то, как говорится в книге притчей, он дарует вам свою мудрость. В книге притчей сказано, что если вы прежде всего будете искать его мудрости, она дарует вам долгую и счастливую жизнь, и вы получите венец славы. Сегодня я хочу призывать вас искать мудрость в своей жизни. Возлюбленные мои, если вы будете мало молиться, вы мало и получите. Иисус сказал, до сего момента вы имели немного, потому что вы мало просили меня. Иисус сказал, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной. Я хочу призывать вас сейчас к тому, чтобы в начале каждого вашего дня вы выделяли время для общения с Богом. Когда вы встаете утром, не спешите проверять электронную почту, звонить по телефону или посылать сообщения. Не спешите говорить с людьми. Но встав утром, пусть первая часть вашего дня будет специально отделена для Бога. Уединитесь с Ним. Возможно, сядьте на диван или кресло. Пусть у вас в доме будет специально отведенное место для молитвы. Проснувшись утром, уединитесь с Богом. Скажите Ему, Господь, видел ли я во сне что-то, что ты желаешь, чтобы я вспомнил? Возможно, ты что-то показал мне. Дай мне понимание этого сна. И затем медленно и внимательно почитайте ежедневное чтение. Это одна глава, о которой вы можете размышлять. Прочтите главу из книги-притчей. Также вы можете прочесть чью-то мощную духовную автобиографию. Поговорите с Богом. Расскажите Ему, что в вашем сердце. Просите Его о мудрости. Просите Его показать Его славу. Просите Его помочь вам в тех сферах вашей жизни, где у вас сегодня трудности. Попросите Его укрепить вас той силой, которая воскресила Христа из мертвых. Попросите Его дать вам Духа, премудрости и откровения в познании Его. Попросите Его помочь вам разуметь Его силу и водительство в вашей жизни. Иисус сказал, продолжайте просить и получите. Продолжайте стучать и двери отворятся. Иисус сказал, все, кто просят, получают. Все, кто ищут, находят. И для всех, кто стучит, дверь откроется. Возлюбленные, Писание призывает нас непрестанно молиться. Я призываю вас верить Богу, верить, что Бог даст вам больше. В нашей следующей программе я буду говорить с вами об Илье из Книги Царств и о том, как Он воззвал к Богу, чтобы Тот подтвердил, что Он живой Бог. Послушайте, Бог вас так сильно любит, что желает подтвердить нам с вами, что Он живой. Бог не какой-то отдаленный. Бог здесь и сейчас, и Он любит вас. Отец, во имя Иисуса, я провозглашаю Твоё благословение над Твоими возлюбленными, которые любят Тебя и смотрят эту программу. Я благодарю Тебя за прекрасный план, который Ты имеешь в жизни каждого из них. Я благодарю Тебя, Отец, Бог, что Ты призывал каждого из нас еще больше познавать Тебя. Ты желаешь показать нам Свою славу. И Твоя цель, Иисус, даровать нам Твою мудрость. Ты умер, чтобы мы могли приходить в Твоей полноте. Отец, мы радуемся и благодарим Тебя за то, что Ты творишь в нашей жизни. Отец, мы с восторгом ожидаем того, что ждет нас завтра. Ты приготовил нам прекрасную судьбу. Мы хотим сказать Тебе, что любим Тебя. Иисус, я хочу сказать Тебе спасибо за все, что Ты совершил. И мы хотим полностью посвятить Себя тому, чтобы войти во все то, за что Иисус отдал свою жизнь. Отче, мы посвящаем Себя тому, чтобы обрести Царство Твое во всей полноте, чтобы Иисус был прославлен в нашей жизни. Да благословит вас Бог возлюбленное, я никогда не думал, что стану пастором и еврейским раввином. Мое служение просто стало последствием моего хождения с Богом. И когда я все-таки решил получить богословское образование, мое главное желание было больше познать Бога. И тогда Бог начал поднимать меня. Так началось мое служение. Оно стало результатом моего личного хождения с Богом. Теперь, когда Бог призвал меня проповедовать Евангелие по всему миру, через телевидение, Крусейды, мне особенно нужна ваша помощь. Я не смогу это делать без вас, возлюбленные. Я хочу, чтобы вы знали, что если вы сеете в это служение и становитесь партнером, вы получите награду за души, которые были спасены и изменены через это служение. Если Дух Святой побуждает вас, я призываю вас сразу его послушаться. Вы получите благословение, когда придет Иисус. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, которые вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса. Заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Я рада, что наткнулась на вашу передачу. С тех пор, как я больше узнала о еврейском Иисусе, Библия для меня стала более понятной. Узнавая еврейского Иисуса, открыло мое сердце для понимания того, кто есть Иисус на самом деле. А моя 13-летняя дочь даже засекает время до программы, чтобы не пропустить ни минуты. Большое спасибо. Трейси. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня. И мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. Возлюбленные, в конце программы я хочу благословить вас. В книге числа 6 главе Господь сказал Аарону и Моисею произносить следующие слова над народом. И Господь сказал, когда эти слова будут произнесены над народом, на них будет наречено имя Божие. И я благословлю их. Поэтому я вдохновляю вас поднять руки и принять Божие благословения. Иисус Господь благословит вас и сохранит. Да презрит на вас Отец светлым лицом своим и да помилует вас. Да обратит Отец лицо свое на вас и да укрепит вас его дитя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Равин Равин